Друзья, всем привет! Сегодня пишем торговую стратегию с помощью DeepSeek в нейросети. Многие говорили, что она гораздо лучше GPT, сейчас будем проверять. Также ее фишка в том, что она сделана гораздо дешевле, нежели чат-GPT, и это был главный хайп. Возможно, вы также слышали, что акции NVIDIA упали из-за этого хайпа DeepSeek, но сегодня будем проверять в торговле. Значит, наша команда не является программистой на Pymescript, пишем торговых роботов на Python, но сегодня с помощью DeepSeek и базовых знаний Pymescript'а каких-то, мы напишем торговые стратегии, накинем их на график биткоина и посмотрим прибыльность. Стратегии будут максимально простые, что-то вроде индикаторной торговли, без каких-либо стаканов, или отслеживания данных по WebSocket'у. Будет максимально все просто и ориентировано только на данные по свечам. Сделал вот такой простой запрос, скажем, что нам нужен код на Pymescript'е, и под биткоин, либо и фирмы делаем, то есть топ-1, топ-2 криптовалюта. Попросим сделать торговую стратегию на индикаторах, просто 2-3, которые совместимы. Также давайте попробуем использовать логическую цепочку, чтобы использовал DeepSeek. В ChatGPT мы уже такое делали, по-моему, в версии O1. Там также была видна цепочка мыслей, как рассуждает нейросеть. Также попробуем использовать это. И пока DeepSeek думает и рассуждает, мы видим все его мысли, то скажу, что если вам нужна помощь какая-то в разработке проекта, вы можете связаться со мной в Телеграме, и мы с командой сможем помочь реализовать вашу торговую стратегию, торгового робота. Мы делаем проекты под любые биржи, поэтому пишите, договоримся. А сейчас к коду. Значит, мы посмотрели, видим здесь у нас, как он рассуждал. RSI, MACD часто используют, то есть популярные какие-то взял. Показал мысли дальше, не будем их все читать. И написал код на Pinescript. Давайте попробуем его скопировать. Сюда просто вставляем и пробуем добавить на график. Так, мы вроде добавили стратегию нашу. Давайте так пробежимся, что тут у нас есть. Почему-то не отобразилась статистика в данных. То есть мы не можем посмотреть сделки, динамику, никакой информации. Давайте об этом скажем DeepSeek. Отправляем ему скриншот и информацию, что нам нужно добавить. Потому что в коде я не увидел информации по депозиту и сделкам, по количеству монет в сделке. Здесь у нас даже вот есть стоп-лоссы, тейки. И DeepSeek снова думает. Также не касательно этого видео, не касательно Pinescript'а. Сейчас ведется набор на третий поток обучения. Написание торговых алгоритмов у нас в Telegram-канале. Обучать буду лично я. Поэтому можете также записаться. А все подробности в Telegram-канале. Цель у нас с нуля абсолютно научиться разрабатывать торговые алгоритмы на питоне. Немножечко поменяли концепцию самого обучения, но цель осталась та же. Теперь давайте перейдем к коду, что предоставил DeepSeek. Небольшие ошибочки только что были. Как я понял, ошибка была просто в синтаксисе, что в этом языке нельзя просто так брать и переносить строку. Пока ошибок вроде нету. Давайте попробуем. Вот, теперь у нас... Теперь у нас есть статистика и анализ нашей торговой стратегии. Значит, стартовый депозит у нас был 1000 долларов. Я попросил об этом DeepSeek сделать. И на пике у нас доходило до 1080. Но в итоге наш бот, точнее наша торговая стратегия, принесла только 10 долларов. Это меньше процента, почти процент. Что довольно немного. Но учитывая, что мы торговали на 5 минутки. Всего 142 сделки, что довольно хорошо. Но все-таки прибыль маловато. Прибыльные сделки у нас 31%. И торговля здесь у нас идет только... То есть спотовая. В Short мы не торгуем. Только покупка и продажа. Давайте попробуем немножко поменять параметры. Сделаем здесь перекупленность 60 и перепроданность 30. И, например, просто поменяем стандартный параметр длины RSI 14 на... Пусть будет 21. Обновим. Особо ничего не изменилось. То есть это, в принципе, не ключевой, значит, параметр. Что если посмотреть на других парах? На эфире стратегия оказалась убыточной. На XRP стратегия оказалась сильно убыточной. Минус 33%. Как и на OP монете. Могу предположить только, что Litecoin и такой стратегии торговать идея плохая. Давайте попробуем попросить DeepSeek, чтобы какой-нибудь индикатор он убрал, например. Или заменил. Попросим просто заменить RSI на другой индикатор. Думаю, DeepSeek поймет, что нам нужен какой-то подходящий конкретно под стратегию индикатор. И протестируем уже с ним. Сегодня в видео мы не будем писать код на питоне. Сегодня мы просто быстро проверяем стратегии и их прибыльность. В TradingView удобно очень мы можем с помощью тех же нейросетей опробовать торговые стратегии какие-то. Либо описать им нашу торговую стратегию. Они переведут ее в код Pinescript. И вы сможете их протестировать на графике TradingView. Посмотреть их прибыльность. И после уже, например, обратиться к нам. И мы создадим полноценного робота, который будет торговать с реальными данными биржи. Иногда бывает ошибка, что сервер перегружен и из-за этого DeepSeek не хочет отвечать. Пробуем пару раз заново спросить ответ. DeepSeek предложил заменить RSI на Stochastic Associator. Если я правильно произнес, вроде бы да. И сейчас посмотрим, протестируем код. Так, тут опять, вот видите, ошибка такая. По идее она сейчас ее тоже подсветит. Да. Можно попросить и DeepSeek ее исправить, но мне будет быстрее и легче просто убрать табы. И поставить все в одну строку. Вот, тут уже новая ошибка. Здесь говорится, что мы слишком много аргументов передали. Ожидалось 4, мы передали 6. Здесь уже нужно сказать об этом DeepSeek. Солейму ошибку просто. Посмотрим, решит ли он ее. DeepSeek наконец-то дал ответ, потому что сервер постоянно писал, что занят. Но, теперь у нас есть код и давайте попробуем его. Так, теперь прошло. Код скомпилировался. Но, прибыль по-прежнему у нас отрицательная. То есть, нужно пробовать совсем другую стратегию, совсем другой подход. В принципе, цифры почти никак не изменились. И, так же, давайте, может попробуем на более старших таймфреймах. На более старших таймфреймах все еще хуже. Хотя, эфир отторговался, в принципе, в плюс почти 7%. Но, все-таки, на других парах у нас слишком большие минусы. Видите, минус 50%, минус 80%. По XRP плюс 20%. Но, видим исторически, да, что у нас была просадка довольно сильная. И, вот, где-то только вот в этом моменте мы начали торговать в плюс наконец-то. Но, смотрим, да, что у нас большая часть времени была в минус. То есть, это довольно рискованно так торговать. Здесь, в принципе, все объясняется, смотрите. Здесь у нас как раз-таки цена еще на минимумах относительно текущих цен. Тогда выходили новости о XRP, что прекращаются судебные иски. В то время как раз-таки были выборы США. И после этих всех новостей XRP уже без судебных исков начал расти. И, в принципе, скорее всего из-за этого мы и начали торговать в плюс. То есть, был просто рост. И, соответственно, мы торговали в плюс. Но, поэтому, эту торговую стратегию нельзя записать в прибыльную. Потому что, если бы мы просто купили, то мы бы заработали там 400-500%. Так как сейчас 2,6 цена, 2,6 доллара. А была она там меньше доллара. Там 0,5, 0,7. И это только здесь мы начали торговать в плюс. Поэтому, никак ее мы не можем записать в прибыльную. Пробуем сделать запрос и попросить совсем другую стратегию. И дипсик уже выдал ее. Будем использовать индикатор ATR. Супертренд. И среднескользящие какие-то с объемом. Я не знаю, что это. Но сейчас мы и посмотрим. Снова ошибка, которая у нас была в самом начале. То есть, у нас нету динамики, анализа никакого. Но код сам прошел. Давайте об этом скажем дипсик. Значит, делаем вот такой запрос. Я ему тут еще правку указал, чтобы он писал все в одну строку. И чтобы не было ошибки синтаксиса. И сказал, что нет у нас, значит, отображения в динамике и сделках. Также напоминаю, если вам нужна какая-то помощь в разработке торгового алгоритма для любой биржи. Свяжитесь со мной в Telegram. И мы с командой разработаем вам. И бота, и скринер. Работаем с любыми биржами. Дипсик выдал нам код. Давайте его вставим. Откраним. У нас хранить не надо. Здесь он предложил еще добавить логирование. Я предположил, что его просто можно добавить внизу. Но все же у нас нету данных по сделкам. В общем, я понял, в чем была проблема. У нас очень жесткие условия входа. Из-за этого у нас вообще нету входов. Поэтому нам нужно взять этот код и попросить дипсик, чтобы он сделал условия входа более вероятными. Простил сделать более простой вход, потому что совсем нету сделок. И сейчас посмотрим. То есть обращена стратегия. Супер тренд, цена закрытия. Сейчас посмотрим. Так, теперь видим, что у нас как-то слишком много сделок появилось. Так, теперь мы видим отображение сделок. Видим прибыль нашей торговой стратегии. И она все-таки отрицательная. Минус 3%. Давайте попробуем старшие таймфреймы. И все равно везде убытки. То есть мы взяли... Ага, слишком много ордеров написала. Да, потому что слишком простая торговая стратегия. То есть у нас как будто спам сделок идет. И никакого смысла. В общем, рассмотрели сегодня две торговые стратегии. Протестировали их на истории. Первая это с EMA, RSI и MACD. Вторая с супер трендом и ценами закрытия. Их предложил нам дипсик. Мы просто сказали, что нам в общем-то дать примерно. Что он дал, мы протестировали. Также можно поиграть со параметрами, со стоп-лоссами, тейками, настройками индикаторов и также поэкспериментировать. Сегодня это было у нас минимально. Сегодня мы просто рассмотрели, как можно взять торговую стратегию и протестировать ее. Также, как я и сказал, вариант, что вы просто описываете ему словами вашу торговую стратегию и он ее в Pinescript переводит. Pinescript вы этот тестируете на графиках. Смотрите, насколько прибыльно. Наша стратегия оказалась неприбыльной и довольно непостоянной, что первая, что вторая. И после того, как вы уже протестировали стратегию на TradingView, на Pinescript, протестировали на нескольких монетах каких-то и видите, что шанс того, что эти сделки могут повторяться в будущем, прибыль торговой стратегии не обусловлена резким ростом на какой-то монете, то есть, в принципе, шанс, что и дальше торговая стратегия будет показывать плюс. После этого вы можете связаться с нами и мы напишем уже полноценного торгового робота там под все пары или под определенные пары, под любой таймфрейм, под любую биржу. В общем, эти все моменты обсудим и сможем реализовать торгового робота для вас. Всем спасибо за просмотр. Также пишите в комментариях, что думаете, потому что можем так тестировать периодически с различными нейросистемами торговой стратегии. Довольно интересно это было. Ну и все. Оставляйте ваш фидбэк. Подписывайтесь на телеграм-канал мой. И всем пока.